Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с воскресным днём. Завершился Успенский пост, православные христиане сейчас разговляются, но не расслабляются. Если мы не будем находить время Богу, подателю благ всяческих и подателю жизни нашей, мы первое, что потеряем, это любовь. Нельзя сохранить любовь к ближнему, если мы не будем учиться любить друг друга и Господа. Если бы словеса, которые тут написаны, люди написали бы на скрижалях своих сердец, тогда не было бы ни войн, ни воровства, ни измен, ни преступлений. А так как оно только на бумаге, да ещё некогда его почитать, а если тем более не знаем, то и о каком соблюдении может идти речь, поэтому и происходит то вокруг нас, что сегодня происходит. Если мы с вами понимаем, что мир не самобытен, Бог сотворил весь этот мир, сотворил людей для радости, для счастья, но люди, отступив от Бога, потеряли рай. Потом снова дальше и дальше, потом потоп, потом рабство, потом благоденствие. Как только человечество приближалось к Богу, помнило о своём Создателе, у него всё выстраивалось так, как нужно было для радости и счастья человека. Но всякий раз, когда люди отступали опять от Бога, снова плен, снова войны, снова страдания. Это вся история человеческого рода. И вот поэтому сегодняшняя Евангелие, о которой мне хотелось бы вам обязательно сказать, это Евангелие о еврейском народе, который должен был исполнить одну очень важную миссию, сохранить истинную веру в истинного Бога и подготовить мир к встрече с Мессией, с Господом нашим Иисусом Христом. Но сегодняшняя притча, которую сказал сам Христос, совсем об обратном. То, о чём мы с вами говорили. Этот закон был лишь на бумаге, и передаваемые заповеди народам Израилем оставались в основном на бумагах, но соблюдение его превращалось в некую форму внешнюю, забывая внутренним и самым главным то, о чём говорил Христос и то, что открыл Бог. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой своим, всем помышлением своим и ближнего своего, как самого себя. Вот почему Христос и предложил эту притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его ограду и выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградаре, схватив слуг его, «Иного прибили, иного убили, а иного побили камнями». О чём это? Что за виноградник? И что это за господин виноградник? Бог, который насадил виноград сей, вы помните это обращение архиерея, «Посети виноград сей, Его же насади десница твоя». То есть люди Божии, которые хранят и приносят плоды свои, плоды своих добрых дел, любви к Богу и ближних, это и есть виноград Христов, виноград Божий. И почему господин виноградник – это тот, кто насадил его. И люди, которые работают для того, чтобы приносить плод, они должны не забывать об этом главном устроении. Но иудеи забыли, и Христос, обличая их, смотрите, как очень аккуратно и тонко слушающий, да разумеет, на примере виноградаря, на примере слуг, которые не приносят господину вовремя свои плоды. От собранного винограда. Больше того, если об этом пришел предупредить пророк, одного били, другого убивали, и вот опять послал он и других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Все евреи должны были понять содержание этой притчи, когда говорил Христос. Он говорил о них, поэтому сердце внутри них уже начиналось возмущаться. И, наконец, продолжает Христос, послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Здесь он откровенно говорит о себе. «Послал Бог в этот мир сына своего возлюбленного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел бы жизнь вечную». Разве эти слова не описаны в Писании для всех людей? Разве не это слово мы слышали с вами во время особых торжеств, продолжая возглашать всем людям? «Се есть сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте». Вот о каком сыне говорит Христос? О себе. Бог посылает в этот мир сына своего единородного. И вот виноградарите, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Христос не просто предупреждает, Он пророчествует и упреждает о грядущих событиях всех тех, кто его окружает. И схватив его, продолжает Христос, вывели вон из виноградника, что произошло, схватили иудеи Иисуса Христа, предали его терзанием, мукам, поруганию и вывели за пределы Иерусалима. Это сегодня находится Голгофа в пределах града Иерусалима, а раньше это была загородная территория, они вывели его за пределы виноградника. Вот о чем пророчествовал Христос. Вывели вон из виноградника и убили его. Итак, когда придет хозяин виноградника, здесь Христос предрекает и открывает еще раз грядущие судьбы второго пришествия и страшного суда. Итак, скажите, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? И сами же иудеи, обличая сами себя, говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. И Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла от Господа это и есть дивно в очах ваших, говорит Господь Иисус Христос, чем и заканчивается сегодняшняя Евангелие, которая читалась во всех храмах Божьих, где совершалась сегодня Божественная Литургия. Тот камень, который отвергли строители, а кто занимается вопросом строительства, знает, что в основании, в фундамент, в фундамент должен положен быть самый твердый камень, то есть тот, на котором бы стояло все здание, если ты построишь плохой фундамент, здание может рухнуть. Вот почему, кто строит без этого камня, а сам Христос говорит о себе, что Он есть тот фундамент, если не на вере во Христа, не на Его нравственном законе, не на заповедях Евангелия мы выстраиваем свою жизнь, то мы строим дом своего счастья иллюзорного, мнимого, на песке. И как только пойдет дождь и растекутся реки, подуют ветры и налягут над дом тот, и он упадет, по слову Евангелия, потому что построен был на песке. А тот, кто построит дом свой на камне, вы слышите другое место в Евангелии, еще раз напоминает нам об этом фундаменте, то есть тот, кто построит свой дом жизни, на вере в Бога и соблюдение нравственного божественного закона, тогда пойдет дождь и разольются реки, и налягут на дом тот, и он устоит, потому что построен был на камне. Вот почему Христос и говорит эти удивительные для нас, с вами понятные, христиане, слова. Кто имеет уши, слышит, да слышит. И всякий, кто слушает слова Мои и исполняет их, подобен тому дому, который построен на твердом фундаменте камня, имя которому Христос. А кто не слушает слов Моих, а тем более потому и не соблюдает, а может быть и слушает, соблюдать не хочет, тот подобен человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Вот поэтому давайте, дорогие, мы строить на камне, помня, что тот камень, который отвергли иудеи, строители, они были должны приготовить мир к приходу Иисуса Христа, а они его распяли, они вывели его за пределы виноградника, они убили его, о чем и сказал заранее, предупредив Христос, может быть, что-то сейчас в вашем уме, в вашем сердце произойдет, не произошло, как написано, так они исполнили, вывели, распяли Христа и до сих пор не верят в мессианскую роль и значение Господа нашего Иисуса Христа. А мы с вами приняли веру, и мы с вами сожалеем о том, что случилось. И мы с вами, очень хочется верить, свой дом строим не на песке, а в основании его мы полагаем камень веры, камень веры в распятого, воскресшего и паки грядущего судить живых и мертвых. Его же царствию не будет конца. Мы верим с вами в Христа, жизнодавца, а потому и стремимся в храм Господень, а потому и стремимся причащаться святых таинств Христовых, потому что в этом таинстве христиане соединяются со Христом, они принимают его в себя по его же слову. Яды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Христиане поднимаются выше иудейского виноградника. Они не просто строят дом свой на фундаменте веры, они соединяются со Христом в таинстве Божественной Евхаристии. Они принимают в себя живого Христа и что может быть выше этого таинства, этого события. Вот почему христиане жили от воскресения до воскресения, потому что каждый старался в грядущее воскресение не просто поспать или походить по этим бесконечным лабиринтам, гипермаркетам, а он собирался в Божий храм, собирал свою семью, собирал своих детей, чтобы прийти и все вместе, единым сердцем, едиными устами, вместе с теми, кто любит Господа и строит свой дом на камне и соединяется со Христом в этом временном своем периоде бытия, он, соединяясь с Господом, идет к Нему не только по земле, но и восходит по лестнице в небо. Я хочу пожелать вам, дорогие, помощи Божьей, пожелать вам здоровья. Всех вас еще раз поздравляю с тем, что мы уже с вами вошли в наш с вами храм, который вы видите, расписан. Напомню, что продолжение росписи также проходит в нашем храме, который требует ваших пожертвований. Знаю, сейчас непросто, но мы с вами не останавливаемся. И спаси Господи, кто от своих небольших пожертвований все-таки вносит, и уже сейчас идет работа над росписью иконы преображения большой на потолке, а также успение Божьей Матери уже в работе, уже кто-то потихонечку приносит, понемножечку, по копеечке, может быть, кто-то много и не надо, понемножечку, но пусть каждый поучаствует в благоукрашении нашего храма. Дай Бог здоровья тем, кто понимает и потихонечку участвует. И всем вам хотелось бы пожелать родителям заботиться о детях, чтобы и камень веры был заложен в воспитательную программу вашей семьи, чтобы дети знали, что вы Бога любите и семью свою строите на фундаменте, основании которому Христос. С праздником, дорогие! Мир вам всем! Божье благословение, ангела-хранителя! С миром! И заедем! Субтитры создавал DimaTorzok